1 сентября 1964 года распахнула в свои двери одна из первых новостроек образовательных учреждений города Элиста, основанная на базе первой в Калмыкии восьмилетней школы, школа номер 10. За полувековой период своего существования школа стала образовательным учреждением, отвечающим всем современным требованиям. Школа идет путем обновления, не отбрасывая то хорошее, что уже достигнуто. В 2005 году школе присвоено имя выпускника, председателя Народного хурала Республики Калмыкия Бембетова Вячеслава Анатольевича. В школе номер 10 с 1968 года работала единственный учитель Калмыкии, удостойный почетного звания Народный учитель СССР Шарапова Раиса Доржиевна. Школа мне дала очень много друзей, знаний, умение общаться. Только в школе я нашел своих лучших друзей, нашел себя, углубился в знания, в точные науки. Школа, я люблю тебя. Для меня школа это нечто большее, чем просто здание, в котором мы получаем знания. Для меня школа действительно как второй дом, потому что именно здесь я провожу большую часть своего времени, и именно здесь я обрела настоящих друзей. Безусловно, школа это то место, где мы формируемся как личности, познаем мир. Конечно, за это хочется выразить благодарность нашим старшим наставникам, нашим учителям, которые ежедневно вкладывают нас в свои силы и всячески стремятся подготовить нас ко взрослой жизни. С 2015 года школа номер 10 входит в школьную лигу Роснано. Целью школьной лиги Роснано является развитие современного образования, в первую очередь естественно-научного. За активное участие в конкурсах лиги Роснано наша школа в 2017 году получила 6 модулей ста-студии, которые позволяют учащимся на практике постигать современные технологии, в том числе нанотехнологии. Благодаря работе в ста-студии у наших учеников повышается интерес к изучению естественных наук. На базе этой студии ученики выполняют различные исследования, проектные работы и становятся победителями и призерами всероссийских конкурсов школьной лиги Роснано. С 2013 года в МБО СОЖ номер 10 города Элисты реализуется федеральная целевая программа «Доступная среда». Образовательное учреждение работает в режиме «Школа инклюзивного образования». Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Сопровождением данной категории детей занимаются тьютеры, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Гражданско-патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть воспитательного процесса. Это формирование патриота, готовности к выполнению гражданского долга, воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал нашу Родину. В результате содружества детей, педагогов, родителей в школе сложилось образовательное пространство, в котором успешно решаются задачи по развитию творческих способностей учащихся школы номер 10. Школа номер 10 является образовательной организацией, реализующей направление деятельности Российского движения школьников в Республике Калмыкия. Российское движение школьников – это общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Это движение школьников предоставляет детям возможность выбрать одно из четырех направлений. Личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное направление, военно-патриотическое направление. В рамках этих направлений ученики нашей школы проявляют свои лидерские способности, пробуют себя в роли волонтера, принимают участие в военно-патриотических играх, демонстрируют свои спортивные успехи, выпускают школьную газету и общаются с деятелями культуры и спорта. Пропаганда здорового образа жизни является одним из основных направлений деятельности школы. Воспитательная работа направлена в формирование духовно-нравственной, творческой, физически здоровой личности. Школа – одно слово, а сколько в нем смысла. У каждого из нас своя школа, и каждому она дает тот багаж, который остается на всю жизнь.